Всем привет! И сегодня вы попали на теорию по Грэнни. Мне давно просили в комментариях выпустить эту теорию, но только сейчас вот я решаюсь, конечно же, наконец-то выпустить эту теорию. Ну что, давайте начнём. Сегодня я расскажу теорию про Грэнни. Ну что? Эта разработана и издана шведской компанией Developer. Является она спин-оффом к серии игр с ландарином. Ну что, дата выпуска у нас Грэнни выпустили 24 ноября 2017 года. Потом эта игра начала со временем, конечно же, расти по популярности. И, конечно же, многие начали заходить в эту игру и там хорошенько проходить, играть и проверять разные пасхалки, лайфхаки, ну и баги, ну что ещё подобно. В общем, известно, что Грэнни, то есть бабушка, это персонаж-антагонист из серии игр Грэнни. Ну, внешне она напоминает зомби из-за цвета кожи, конечно, белых глаз, без зрачков и открытого окровавленного рта. Хотя она может быть и человеком, но это не объясняет того, почему её глаза могут стать красными, если игрок возьмёт этим. Носит длинную сорочку, без рукавов в руках всегда держит окровавленную биту, с которой она никогда не расстаётся. В игре Грэнни бабушка держит игрока в своём доме. Она постоянно ходит по дому и ищет игрока, попутно ставя для него капканы. Если она найдёт его, то сразу побежит к нему и попытается оглушить битой. В случае успеха она кладёт его в постель в комнате игрока и уходит. Ну, пока игрок находится без сознания, бабушка кладёт на своё место Тедди, если находится не на своём месте. Когда игрок просыпается, она снова начинает искать его, чтобы оглушить. И так продолжается до пятого дня, за исключением до шестого. Если бабушка оглушит его на пятый день, то когда игрок проснётся, уже будет показываться плохая концовка, где он, конечно же, погибает. Бабушка может ходить по всему дому, кроме мест для проходов, которые нужно согнуться. Также бабушка при поисках не заглядывает в шкафы и под кроватями. Однако, если она увидела, как игрок прячется в одно из мест, из этих мест, когда игрок прячется, она найдёт его и оглушит, конечно же. Также она может убить вас незамедлительно, если у вас в руках есть Тедди. Или изредка, конечно, если вы держите книгу. Она не заходит в секретное место, соединяющее подвал и спальню, но только при условии, что оттуда не раздастся шум. Поэтому бабушку можно ненадолго оглушать арбалетом, дробовиком, замораживать и пользоваться этим временем, чтобы успеть сделать что-то необходимое в игре. Если игрок держит Тедди, глаза бабушки покраснёт, конечно же, и она всегда будет знать местоположение игрока, пока тот не бросит мишку. Ну, вот так, в общем. А вот смотрите, как же этот игрок попал в дом Грэнни, непонятно, да? Но в ПК-версии потом уже начали это показывать, в самой начальной сцене, где игрок идёт по лесу, походу он там заблудился, точно не знаю, зачем он туда забрёл, конечно. И он в итоге там видит Слендерину и Грэнни, а Грэнни его сзади оглушает битой, и далее всё, он начинает уже искать выход из дома Грэнни. Ну, может вы задаётесь таким вопросом, сколько лет бабушке Грэнни, но предположительно из Слендерины 2D мы знаем, что ей было где-то 50 лет, к 1900 году. Ну, как-то так. Ну, ещё скажу её фразы некоторые, ну это Так, несколько вот этих фраз сейчас я переведу. Ну, где ты? Я тебя вижу. Ты хочешь поиграть в прятки? Ну, как-то так. Ещё вы иногда замечали, что в Грэнни есть табличка. Ну, для тех, кто ещё не знал, что там написано, конечно же, я сейчас вам, конечно же, переведу этот текст. «Это мой пятый день в этом доме. Она преследует меня повсюду. Я сильно ранен, и моё тело болит. Единственное, что я помню до того, как проснулся в этом доме, это то, что я был за рулём, когда моя машина внезапно сломалась». Ну, исходя из этого вышесказанного, можно сказать, что в доме Грэнни ещё кто-то был до нас и выживал там, с ней как-то и находил выход. Также известно то, что Грэнни всё-таки это серия игр, и там есть у нас три части. Вот. Идёт первая часть, потом Грэнни Чаптер 2 и Грэнни 3. Вот смотрите, в Грэнни Чаптер 2 уже участвует второй персонаж, это Дед. Нет. Ну, то есть, два Чаптера. Ну, как-то так. А в Грэнни 3 уже и Слендерина появляется, что, конечно, все так долго ждали этой Слендерины. А вот в Грэнни 4 пока что нет, но фан-игра уже имеется от разработчика А12. Ну, я не думаю, что разработчик-девелопер будет так быстро выпускать четвёртую часть. И вообще он её выпустит или нет, пока что неизвестно. Ну что, давайте перейдём ко второй части Грэнни. Грэнни Чаптер 2 – это вторая игра из серии Грэнни с названием Грэнни Чаптер 2. Как вы поняли, была выпущена 6 сентября 2019 года. Для мобильных телефонов Android устройств. На iOS игра вышла только на следующий день, а вот на компьютерах уже 30 декабря 2019 года. Как и в первой части, главный герой оказывается в ловушке в доме. В первой игре из врагов была только бабушка и её домашний паук. И не только, там ещё и ворона была. Вот, а в Грэнни Чаптер 2 уже присоединяется ребёнок с Ландерины, но и дед. Игрок может выбрать в главном меню игры несколько режимов. Там имеются режимы у вас. Ну, это вы знаете, конечно. Вот так. В этой игре есть несколько новых предметов и видов оружия. А в дополнение к побегу через главную дверь игрок может спастись на вертолёте или моторной лодке. Два новых монстра также представляют угрозу для игрока. Ну и далее выходит Грэнни 3. Грэнни 3 выходит в 2021 году, 3 июня. Выпускается ночью. В 11 часов ночи выпускается третья часть. Ну, как и в предыдущих частях, игрок снова оказывается похищенным бабушкой и дедушкой. На этот раз к ним присоединяется их внучка Слендерина. Кстати, и там дома меняются, вот это дополню. Основной геймплей идентичен предыдущим частям игры, но с новой картой, новыми предметами и новыми головоломками. А также небольшими изменениями в поведении врагов. Например, дедушка использует дробовик как дальнобойное оружие. Ну, что и усложняет, конечно же, игру и прохождение ваше. И некоторыми новыми игровыми механиками, такими как взлом замков. Теперь из особняка можно выбраться двумя способами. Через главные ворота и на поезде метро. Через машину нельзя выбраться, машина там сломана. И она из первой части, кстати, добавлю. Вот третья часть была скрещена с первой и со второй частью. Получается, Грэнни, дедушка и Слендерина переехали в новый дом. Ну, как-то так. У девелопера, конечно же, много еще загадок и тайн в играх. Еще вот кучу загадок этих лежат на играх, которые мы еще не разгадали, конечно же. Но основные разгадки мы уже знаем. Ну что, если вам понравилась теория, оцените ее лайком и подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!